Здравствуйте! Я Олецеп Николай Петрович, участник Великой Отечественной войны. Участвовал в боях в Маньчжурии, в боях против японских империалистов. В августе 1945 года, как началась сразу война с Японией, погрузились в эшелоны и направили нас туда, на границу с Японией. В районе станции «Отпыр» до Ургы. В число 15 сентября уже нас отправили обратно в Союз. Союз, значит, нас остановили на станции «Церге-Церге» называется. И в этом почелке, где Град находилась, на вершине гор, и зенитные артиллерийские войска были. Ну, здесь мы находились и проходили учения, и ездили с «Хабарус» эшелоном. Я был командиром железнодородного отделения. И потом, значит, вместо дислокации нас вернули в станцию «Завитая», сейчас город «Завитая» и «Амурская власть». Там я, оставшись с 45 по 51 год, прожив 6 лет, я вернулся домой. Где гражданки, в общем, в начале ГАСТРАХа, агентом ГАСТРАХа было. В Учалданском районе, в Варгонцах. И в это время, значит, вот как раз КГБ, НГБ-то уже сокращение было. И оттуда опыта полномочия много перевели на эту должность. И мне предложили ехать в другие районы. В общем, дали выбрать двух районов. Сунтарский и Татинский. И меня проросили в Якутск. Около месяца я проходил стажировку. 30 марта я, значит, выезжаю в район. И вот в течение 7 дней давал туда, это КГБ, так не скажем. Потому что в это время как раз фурга была. Дорога замена. Мой район, обслуживание меня было по Алдану. Почелка Алдана, начиная от Охотского перевоза до Хара Алдана. В общем, законы я сам самостоятельно изучал. И проводил следственные действия. Даже оканчивал уголовные дела. Так я в этом районе проработал. Около 4 лет меня направляли на учебу. Омутскую специальную среднюю школу в милиции. И там я учился 2 года. Потом по окончанию меня направили в Сунтарский район. Старшим оперуполномоченным. Приехал туда, в общем, с семьей. У меня уже двое детей было так. Омутную арену обслуживания очень такой большой был. И там я тоже самостоятельно выезжал. В районе вторительства Берийской гидроэлектростанции поселок был большой. И там, значит, убийство. Под Новый год произошло. А мы добрались тоже только в середине января. Таким образом, значит, убийцу там, в общем, держали. Сами работники караулили. За ноги привязывали. И все эти убийцу охраняли. Потом вместе с помощником прокурора мы остались на расследовании. После расследования уже через полмесяца мы только обратно выехали. Там таких случаев бывало очень-очень много. Ну, я, начиная от сельского до вестительного начальника отдела уголовного урожайского министерства. Потом работал в штабе. В штабе начальником инспекции. После того, в 80-м году ушел на пенсию. Работал уполномоченным по делам религии при сомнении министра. Я, конечно, горжусь, что поработал в органах внутренних дел. Это вообще интересная работа. Защищая честь и достоинство свободных граждан. Это большая честь. Конечно, жизнь прожить не будет пройти, как говорится по-русски. И вот бывают различные ситуации. И молодым я желаю все досконально разобраться. Все доходить до тонкостей этих ситуаций. И быть строгим, но спредвидимым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова